Заказал на Алиэкспресс термостат для сауны. Сейчас посмотрим. Термостат пришел очень быстро, мне кажется, за 10 дней. Там были на 30 ампер и на 10 ампер. Но я не собираюсь брать 30 амперный. Я заказал 10 амперный, потому что он будет у меня управлять магнитным пускателем. То есть только катушка магнитного пускателя. Так что там можно было бы хоть 1,5 амперный брать. А уже магнитный пускатель будет управлять ТЭДами на сауне. А они будут 9 киловатт. Все надо делать аккуратненько. Молодочки я уже вижу. Вот они. Вот датчик. Вот он. Кубочка датчика. Аккуратненько разъемчик. Крепится наружная панель к корпусу на двухсторонний скотч. Поэтому я его сейчас снимать не буду. Я просто ставлю кнопочки и закреплю поверх прям вот этой защитной пленки скотчиком с одной и с другой стороны. Да, я не сказал. Сейчас его можно купить на Алиэкспресс за 1573 рубля. На 30 ампер, если у вас сауна однофазная, там будет нагреватель. Вы можете купить за 1770 рублей. Вот такие основные параметры этого термостатика. Ну, главное, вот я выбрал для сауны от 18 до 110 градусов. Для других каких-то целей, там, для растений, для животных, там, можно 18-65 градусов выбрать. Схема подключения у них одинаковая. Красные провода приходят питание 220 вольт, а синие провода – это на нагрузку. Или 30 ампер, как вот этот, или 10 амперную, как вот этот. Вот, вот, все инструменты РОУ. Позавчера заказал, в общем, через два дня получил электромагнитный пускатель. На 11 киловатт рекомендует, на 400 вольт, рекомендует брать 32 ампера. Ну, это с запасиком пойдет, главное, чтобы он не перегревался. Дела делами, но кофе-брейк никто у нас не отменял. Тем более, кофе по-турецки. Мы сейчас попробуем. Я думаю, не сгорим. Все вроде подсоединен правильно. Два красных контакта, это 220 вольт, идет на терморегулятор. Подключили датчик. Крокодильчик вот его держит. Пускай держит. Сауна у нас будет служить, имитировать сауну фен. Фен включен. Вот удлинитель, который будет запитан. Ну, вот сейчас могу сказать. Нажму принудительно. Фен включается и уезжает. Так, теперь включаем. Вот кнопка включения. Включили. По умолчанию сразу прибор выставляет температуру 40, поэтому у нас отключилось. Выставим 80 градусов. 80 градусов. 80 градусов может не дать. Нет, фен, наверное, такой. Посмотрим. С температурой 80 фен не справляется. На 60 градусов сделаю. 60 градусов. Сейчас 37,5. Так, время. 60 градусов температура. Теперь здесь у меня 60 минут. А больше можно, можно, говоря, 99 минут, как написано. Можно выставить. Можно проверить, выключится ли он через одну минуту, к примеру, по времени. Одна минута. Вот, 50 пошло. Или раньше отключится по времени, или по температуре. Наверное, по температуре раньше. Температура 60 отключилась. А по времени, интересно. Сейчас он может опять включиться по температуре. Вот, сейчас он отключится по времени. Нет, по температуре опять. Сейчас он отключится по датчику температуры. Он включился, когда температура достигла 58 градусов. Где-то 2 градуса ниже устанавливаемого. И он отключается. Сейчас он быстрее всего отключится по времени. Вот, сейчас отключение. Отключается где-то, ну, на 0,4 градуса. На 0,5 градуса больше. Ну, вообще прекрасно работает. За такие деньги, считаю, очень достойный аппарат. Всё. Будет сауна работать. Ну, примерно так выглядит схема, которую я вот собрал. Ну, нагрузка у меня фен. 220 вольт. Это я взял за розеточку. Вот. А здесь L1-2-3 и T1-2-3 для трёхфазной сети будет отдельная подводка. Три фазы придёт. Всё остальное точно так же. Только не один такой проводочек, что придёт. А на каждую фазу придёт свой провод. И, соответственно, уйдёт на нагрузку. Тоже три фазы. Всё.